Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком. Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И в гостях у нас сегодня Андра Рудкевича. Здравствуй, Андра. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы с Андрой провели целый год сезон вместе. Да. Потому что мы вместе были в жюри премии «Спельменюнакц». Это национальная театральная премия, которая каждый год выбирает лучшие спектакли, самые заметные события в театре, актеров, режиссеров. И подводит итоги некоторым образом театрального сезона. Да, ну, по принципу она тоже так же, как «Золотая маска» в России. Ну, и также «Золотые кресты» в Литве и в разных других странах тоже есть такие. Такой театральный «Оскар» в Латвии. Да. Скажем так. И, конечно, год от года жюри меняется. Состав жюри меняется. Приходят разные люди. Кто-то уже был много раз. Премии всего уже 27 лет. Что-то там. Я проверяла, по-моему, 27 лет. Она организуется союзом театральных деятелей. Здесь латышским, да? Да. При поддержке Министерства культур-капитал-фонд, ещё каких-то институций, которые помогают. И этот сезон был очень необычный. Потому что мы все понимаем, что театр практически с марта приостановили деятельность, потом возобновили, потом стали играть премьеры, пытаться наверстать то, что они упустили весной. Сейчас опять никто ничего не может делать. И самое обидное, конечно, для театральных деятелей – это то, что невозможно было сделать такую церемонию, как обычно это делается, когда все собираются вместе, празднуют, отмечают этот день рождения актёра, который создал театр «Далес» Эдуарда Смильсон. И в этот раз это было просто всё онлайн. Награждение было в понедельник. А мы сегодня с Андрой поговорим о том, что, собственно, было на протяжении этого сезона, что за результаты мы получили, как это всё было непросто делать, и какое было впечатление, и что бы мы рекомендовали вам не упустить, когда театры снова откроются из того прошлого сезона, который вот сейчас был отмечен, на что стоит сходить и что стоит увидеть. Хорошо? Хорошо. Телефон из студии 672-12-939, 672-13-13-939. Если хотите, звоните, спрашивайте, если вас что-то интересует про номинантов и победителей этого года. Ну и мы тогда поговорим. Хорошо. Работа непростая на самом деле, работа эксперта, члена жюри премии, она непростая. Пришлось посмотреть больше 100 спектаклей за сезон. Ну да, ну это довольно-таки большая нагрузка, но в этом году это было непростая, и из-за того, что, ну как ты уже говорила, что театр прервал это действие, и что надо было как-то подвести итоги, ну понять, как вообще, ну где вообще, ну обычно это было, а жюри смотрела спектакль одного сезона. В этом году было очень непонятно, где сезон заканчивается, где начинается новый сезон, и надо ли вообще какие-то итоги подвести об одном сезоне, или это всё как-то делать вместе уже в следующем сезоне. Но театр решили, что это премия, и эти номинации, и призы очень важны, потому и мы старались где-то подвести черту, сказать, всё это мы смотрим, это больше не смотрим, но это всё было такой очень, ну как бы, ну мы договорились, что это будет так. Ну в принципе, чёткой отметки, где начинается или заканчивается сезон, в этом году не было. Сейчас ты сказала просто словами из сказки «Алиса в стране чудес», где это начинается и где заканчивается, мы не знаем. Но мы как-то в этом сезоне живём. Давай сразу вспомним, что вот был такой спектакль для детей, который был создан в Национальном театре, премьера состоялась год назад, осенью прошлого года, «Алиса», как раз по Алису Кэролу, и там очень красивая художественная составляющая, собственно, жюри и отметила эту художественную составляющую. Да, там была очень такая… Театр старался как бы подобраться поближе к зрителю, а то юному зрителю, и сделать это в визуальности не только из сказки, что это было бы понятно маленьким зрителям, но тоже, ну как бы эти видеоигры там подобрать… Современность включили, да. И это было даже не для маленьких детей, но для подростков, я бы сказала. Но это был очень такой визуальный спектакль. Но, по-моему, если смотреть на сезон вообще, тогда этот сезон был… Для меня было очень-очень трудно выбрать номинации, и, например, лучшая сценография, лучший сценограф. Потому что театр, я бы сказала, стал визуальным. И эта визуальность, это, ну как бы пространство, где идёт эта игра, имеет и играет такую же роль, если даже иногда и не больше, чем сам рассказ, который рассказан в этих условиях. И это, по-моему, какая-то… Очевидное изменение, которое мы заметили в этом году. То есть мы можем сказать, что сейчас вот эта вот кросс-дисциплинарность искусства, она настолько уже внедрилась в театр, мы об этом тоже здесь много говорили с другими гостями, о том, что современное искусство, мы никогда не можем сказать. Это перформанс, который должен принадлежать современному искусству галерейному, или это перформанс, который может идти в театре? Вот как их, как принадлежность разъединить сейчас? Очень трудно. И также театр, да, он присвоил к себе новые технологии, он присвоил к себе новую визуальность, новые решения технические, световые, звуковые. И ведь тоже мы можем сейчас сказать, какие были интересны все номинации в части музыкального сопровождения спектакля, звукового сопровождения спектакля. И то, что в Национальном театре этот спектакль действительно придумался и был сыгран для тех подростков, которые живут уже в виртуальном мире, и транслировал эту виртуальность на сцене, мне кажется, это очень-очень важно и интересно, потому что это попытки такие попробовать. Вот я знаю, что сейчас Инга Тропа, я вчера видела какой-то сюжет, она сейчас пытается сделать еще какой-то новый спектакль с новыми технологиями для подростков в джетте-дилтеатре. Сейчас готовится премьера там онлайн. У моего там уже была премьера, и он играется онлайн или, ну, типа того. Подключаешься в компьютер и получаешь там все. Да, так что, да, театр тоже старался, как бы не, ну, то, что была еще одна такая особенность в этом сезоне, то, что театр старался не, ну, поддержать эту связь с зрителем. И в марте мы увидели много интересных, и, может быть, не так удачных стараний в этом играть в онлайн, играть в виртуальную реальность. Ну, и думаю, что театр тоже испробовал, как это идет, не идет, работает, не работает. Я думаю, что некоторые элементы или какие-то формы коммуникации, они себя возьмут и будут тоже использовать дальше. Но, по-моему, то, что было и в церемонии, много прозвучало. И то, что вообще много уже говорится, что театр – это же, это не онлайн, это не в виртуальном виде. Театр – это в реальном виде то, что мы сидим в зале и получаем эмоции, энергии, которая идет от актеров и от спектаклей. Тоже спектакли, и актер получают эту… Желый контакт. Да. Но это то же самое, это прозвучало в термонии, что, оказывается, самым главным в театре не актер, не спектакль, а зритель. А этот контакт. Да. То, что происходит между. И поэтому я хочу отметить, что помимо выбора профессионального жюри, в спектакле на акции есть еще выбор зрителей. Да. Есть детский выбор, выбор подростков молодежный и есть лучшая женская, лучшая мужская роль и лучший спектакль. Да. И это было интересно, что иногда эти номинации совпадают с выбором жюри. Жюри, если есть такая очевидная, ну как бы вершина актерской работы или в спектакле, тогда уже это более-менее совпадает. Там есть и то, что иногда самый лучший, как и в нашем случае, был спектакль в малом зале. Это означает, что мало зрителей видели этот спектакль. И численность тоже очень важна. Это влияет, конечно. Ну да. Но самое интересное, что не всегда, даже в большинстве, выбор жюри обычно не совпадает. Детского спектакля не совпадает с выбором детской жюри. В этом году, по-моему, он не совпал, и он не мог совпасть, потому что это детская жюри начинает свою работу только в сентябре. И так что они, ну они увидели то, что они смогли увидеть. И я думаю, и мне жаль, что они, я думаю, что они не увидели спектакль, который мы выбрали. И это мой очень любимый спектакль Пагаумса. Да, это оживающий двор такой, да? Когда молодые актеры, выпускники, еще недавние совсем студенты придумали спектакль, в котором оживляют забытые предметы и вещи в старом гараже. Но они делают... И играют во дворе это все, и это сделано было для фестиваля в Валмире. Но они играют теперь в Риге. И теперь играют его в Риге. Но, по-моему, то, что они очень удачно взяли эту, ну как бы, игровую ситуацию, ну дети тоже играют, не как бы детские игры, там просто они делали с таким юмором и таким азартом, что мне было очень интересно смотреть. И даже, и там еще была параллельная линия, потому что, когда одна шла, ну ты смотришь спектакль, но другое, также интересно было смотреть на детей, на их реакции, потому что они одновременно видят эту, ну как бы реальную, ну смысл вещей, ну вещи для чего они придуманы. это старые машины, или это... Ну это машина, но они тоже время, они тоже... Или это какое-то животное, диковое, да? Да, ну какое-либо, ну они тоже верят, что это крокодил тоже, но они и идут с этой игрой. Ну как бы они, это двойственность, ну это было очень интересно, ну и тоже то, что эти актёры могли там детей довести до восторга и в конце спектакля посадить их на места, и они там очень уже, ну рассказывали свои... Там взаимоотношения ещё есть, да, слова. Да, ну они рассказывали свои личные воспоминания, и это было очень так прямо и материально. И очень трогательно. И дети это поняли, и тоже эта тишина, и это как бы сконцентрирование, как дети смотрели, это тоже, по-моему, очень такое, ну важно. Это не просто игра и смех, это всё-таки ещё разговор о важных вещах в театре. Ну да, и дети очень... Если в детском спектакле, в зале есть тишина, и если актёры после такого очень бурного действия, там хакатании, могут детей довести до тишины, это означает, что они владеют тем, что они делают тоже. И это очень важно для детей. Ну, я хотела как раз сказать тоже, что и на моей памяти очень часто тоже всегда... Чаще всего выбор зрителей, выбор вот этих вот голосований, такое публичное голосование, оно очень редко совпадает с выбором профессионалов. Потому что, ну, профессионалы смотрят одни вещи, да, зрители смотрят другие. Очень, очень... Я всегда ужасно радуюсь, когда я, как человек, видевший очень многое и знающий очень многое, в момент, когда я сижу в спектакле, смотрю, когда я вдруг отключаю голову как специалист и ловлю себя на том, что я смотрю просто как зритель. Когда я забываю о том, что, как сделано, замечаю там какие-то особенности актерской игры, я вдруг просто уплываю вот в эту вот эмоциональную связь со сценой. И я считаю, что это самый лучший всегда пример для меня, когда меня вот так вот выключает с точки зрения профессиональной. И в этом году, мне кажется, это очень важно, что спектакль «Шекспирс», поставленный в Лейпай, получил одновременно две вот эти вот поддержки и жюри, и «Большой формы», это спектакль «Большой формы», который играется в Лейпай. Потому что он, конечно, очень такой, для меня он такая концентрация театрального искусства в некоторой степени. Ну, потому что там есть игра и «Большая форма», и «Шекспир». А там Лейпойка получил для зрительской прессы. «Шекспир». Нет? По-моему, нет. Но получила Кучинск. Кучинск получила, да. Но из-за спектакля, по-моему, Валтер Силлз получил. Да. Да? Я уже тоже сейчас слушаю. Я тоже не могу так четко сказать. Что зрители получили. Но я хотела отметить как раз то, что здесь тоже вот такой был лидер. И я заметила, когда была церемония, что Элмар Синьков получил приз за лучший онлайн-проект. Это спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Варапаева. И он сейчас, кстати, будет снова играться онлайн, будет его показывать, эту работу весеннюю, онлайн-работу. И когда он был объявлен спектакль «Шекспир» как лучший спектакль «Большой формы», было видно, что, конечно, они не ожидали. Он не ожидал совершенно. Была какая-то такая несыгранная радость. Нет, там было много таких очень радостных моментов, что ты видишь, что актер или художник, любой, что они рады, то, что они получили, что их отметили, что увидели, что они делают. Но я думаю, что это очень важно для каждого художника, даже для каждого человека, что ты, что оценка твоей работы. Да, потому что ты получаешь таким образом… Знаешь, я могу сказать, что у меня же было долгое время опыта работы на фестивале, и когда ты очень много что-то делаешь, делаешь, потом показываешь фестиваль, и в конце выходишь в зрительный зал, и видишь, как зрители реагируют. Для меня это самое большое наслаждение, когда я вижу, как зрительный зал реагирует на то, что ты сделал. Потом два года я работала в департаменте культуры чиновниками, когда меня спрашивали, что здесь в вашей работе, есть плюсы, какие есть минусы. Я всегда говорила о том, что я не чувствую прямой фидбэк, то есть я не чувствую результатов своей работы, потому что ты вроде как немножко дистанцирован от театра, и ты причастен к тому, что там происходит, но ты не имеешь к этому прямого отношения. И, конечно, когда театр получает сначала аплодисменты в финале спектакля, а потом еще и награду профессионального сообщества за спектакль, это, конечно, большая радость и большое счастье. Да, это очень важно для каждого художника получить это все. Ну, как бы, оценку твоей работы, но это тоже все же самое, что с хорошими рецензиями. Это даже и не так уж хорошие рецензии важны для театра. Ну, просто очень важно это, ну, как бы... Разговор. Разговор с аудиторией, разговор с зрителями. Ну, это не всегда это получается, и бывают спектакли, и в этом году были такие спектакли, в котором есть очень много хороших вещей, очень много эмоциональных или мощных, или, ну, по-всякому можно их характеризировать, но, как бы, если ты, как профессионал, все эти кубики положишь вместе, то эта картинка не получается такая очень, ну, равномерная, или там не получается рисунок... Если не сложился он, да? Но если мы смотрим, там есть очень-очень много хороших... Отдельных фрагментов, которые внутри... которые даже на вытатках, которые даже очень как-то зрелищны и работают, и, ну, например, Залг Шелыгова. Это премьера тоже этого сезона, которые тоже... Новом Рыжском театре. Да, успели сыграть, по-моему, всего несколько раз до объявления закрытия всего. Ну, да, но... Весенняя премьера конца зимы. Где-то зимой работа была в этом году, но... Она была... У нее было очень много таких хороших вещей, театральности много, зрелищности, хороших актерских работ. Ну, как бы, если ты идешь с этим... с этим... с этим рассказом, то что-то... он не ведет никуда. это было, по-моему, такое... Ну, как бы, тоже... Ну, бывают такие спектакли. В этом сезоне тоже такие были спектакли. Ну, и, конечно, очень обидно, что многие спектакли были сыграны, премьеры, и остановилась дальнейшая их жизнь, и они не успели ни набрать зрительского отзыва, ни ощущения вообще от спектакля, и... так немножко все это подвисло, и вот мы посмотрим теперь, как они дальше будут жить после вот этих перерывов. Ну, мы же увидели тоже в Шекспире, когда мы смотрели первый раз, это был распроданный зал, и там было другое ощущение и другая энергия. Это между... Ну, да, вот мы сидели все плотно. между... ну, зрителем и спектаклем, как это все шло, но теперь мы сидели в этом полупустом зале, и было очень-очень трудно, актерам надо было работать в два раза сильнее, чтобы это все дошло до зрителей, чтобы этот спектакль ожил, и как мы увидели, в первом действии там он шел очень тяжело, трудно, и уже втором как-то он сошелся, и там все попало на свои места. Но было и другое, то, что Валпа... Это спектакль в Дайлес театре, премьера этого лета, да? Да, где мы сидели в этом спектакле на сцене две актера по пустой... Пустая сцена. Это огромная сцена Дайлес театра, и мы сидели... Ну, это было... Три человека в ряду сидели? Ну, где-то, но это был очень-очень пустой зал, потому что тогда надо было два метра между зрителями или полтора, но это было очень мало зрителей, и это ощущение для меня было такая, ну, не бывает в театре, что ты сидишь, и этот спектакль играется только для тебя. Там был другой воздух, там не было ощущения этих провалов, там было ощущение один на один. Да, этот разговор, который идет между двумя человеками, и это было что-то такое, что я в театре, ну, просто у меня не было такой возможности. Это была такая интимность в огромном пространстве? Ну, это была очень такая ну, там пространство было огромное, но не пустая, она была там, там все было жить, поэтому я хотела как раз сказать, что музыкальное сопровождение ведь этого спектакля, да, тоже было очень интересно. Да, там были очень интересные актерские работы, очень разные. Они есть, они играются еще. есть, они очень разные, там есть два состава, и они, в принципе, это две разные спектакли, они обе очень хорошие, но они это как бы если это повествование и спектакли, ну, чуточку другая, они используют те же самые слова, те же самые, ну, все идет по тому же сценарий, но просто это отношение, которое есть между людьми, как бы доведет до другого ощущения в финале. Да, да, получается другое впечатление совсем у зрителя, поэтому может быть может оказаться так, что вы, например, посмотрите один спектакль, потом посмотрите а другие ваши друзья посмотрят другой состав и вы придете друг к другу и скажете свои впечатления, кажется, что вы видели разные спектакли. Ну да, ну вообще театры и тоже работе, жюри тоже, мы иногда смотрим ну, разные спектакли, в разные дни, да, разные дни, там, и мы приходим с разными настроениями, иногда даже трудно сойтись на одном и то же решении. По правде говоря, мы работали в этой жюри, по-моему, как бы были номинации, где нам не шло легко добраться до решения, но в принципе мы как-то очень, по-моему, наше ну как бы понятие театра и так и где и как он развивается, по-моему, очень такие в одном направлении. Да, мне тоже показалось по этому опыту моему работы сейчас, что мы все-таки понимаем театр в одних категориях, я бы сказала, мы понимаем, что в нем ценно, хотя вот на мой взгляд, я всегда, когда меня спрашивают, почему там я не пишу, например, о спектакле, который мне не нравится, я говорю, ну это он мне не нравится, это не значит, что он мне нравится массе других людей, которые с удовольствием идут и смотрят, просто я вижу в нем одно, они видят в нем другое и пусть он будет тоже, мне кажется, как раз задача экспертов театральных, вот наша задача была, как в жюри, увидеть, это не хорошее и плохое, это не про это, это про то, в каком направлении это поймать тенденцию развития театра и увидеть, в каком направлении он движется и заметить какие-то вот то, что ты сказала, очень ценные вещи, которые будут важны ни сегодня, ни завтра, а они останутся и станут дальнейшими кирпичиками строительства театра. Ну, было бы хорошо, если бы это было так. ну да, но просто, по-моему, то, что работа жюри, это когда в каком-то верении то же самое, что искать жемчуги, мы то, что делаем, мы ищем жемчуги, это не значит, что нет много чего другого хорошего, но просто мы эти вершины как бы ищем, может быть, мы иногда можем и ошибиться, просто мы все увидели очень хороший спектакль, ну, бывает так, и бывает, что хороший спектакль, который потом уже вдруг теряет какие-то составляющие, да, и может быть спектакль, который не так хорошо сыгран в тот вечер, но они очень так есть потенциал и они развиваются, ну, бывает, но как бы это всегда как бы театр же живое искусство, это не то, что вот как бы сняли кино, смонтировали и все, и дальше уже никуда, а театр, он же каждый вечер меняется, он меняется от того, какая зрительская аудитория приходит, кто в зале сидит, потому что мы когда смотрели спектакль там, да, с детьми, как детские спектакли, на которых были дети или там молодые ребята, это было одно впечатление, если ты приходишь смотреть его и будет другая аудитория, вот, например, большинство, например, взрослых театральных специалистов пришло смотреть и очень мало, например, такой публики, для которой он рассчитан, это будет совершенно другое впечатление о спектакле, поэтому, и при том, что у нас, как у членов жюри, была еще ответственность все увидеть, а я поняла в этом году, для меня это был первый опыт, если ты не увидел сразу, то потом этот спектакль очень трудно поймать, потому что начинаются новые, накладываются дни, и ты планируешь посмотреть что-то одно, в это время появляется что-то другое, и я до сих пор жалею, что у меня был такой запланирован уикенд в Лейпай, когда я собрала все три премьеры, и так получилось, что они должны были сыграться все вместе, и я уже все спланировала, должна была ехать в Лейпай, смотреть то, что я не увидела осенью, и как раз случилось 13 марта. Ну да, у нас тоже было то же самое с Далгалпилсом, где мы увидели только два спектакля, мы остальным как раз на марте мы должны были поехать в Резагнад, Далгалпилс, там уже не состоялось эти спектакли, но ну да, вот такой сезон, и по-моему ну по-моему хорошо, что театр сам для себя заново понял, что как важен зритель, и как важен этот контакт в театре, там по-моему это тоже ну как бы другое ощущение дает и для театра, по-моему один спектакль, о котором мы не поговорили, это спектакль, который получил приз Гран-при и тоже приз за лучший спектакль в малом форме и приз актер получил, который в этом спектакле сыграл и режиссер и по свету получил приз и там было довольно-таки много, потому что этот спектакль был это спектакль называется мальчик, который видел в темноте да и этот спектакль по-моему очень такой где ты смотришь и ты видишь что это все так точно и нет ни одной я не могу сказать я не нашла ни одной как бы но не то ошибочное место это неправильно просто какие-то вещи которые не работают которые не сделаны специально которые нет у них нет как бы двойственного уже этого смысла там все очень-очень и он такой и тоже этот нелегкий материал это спектакль который сделан по роману по роману практически автобиографическому как я понимаю это часть жизни автора ну да но не про нее саму не про расу мужа пуц фамилию раса петя 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 фамилии мы не можем сразу быстро произнести роман был написан и потом из этого романа сама автор которая является драматургом переделала это в пьесу даже может быть не в пьесу а в такое сценическое повествование скорее да я бы сказала тоже тут сложно сказать что это и мне для меня например в этом спектакле тоже соединилось очень интересным образом все то что театр пробует в последнее время вот такое повествовательное рассказ не то что выстроено обычно в классических пьесах на каких-то чистых диалогах а тут рассказ повествование существует да здесь очень интересные актерские работы которые вот через какие-то этюды еще через что-то через мгновенное перевоплощение да когда человек становится не тем героем который когда менялись герои да постоянно да один актер делал несколько разных партий я бы сказала прямо на твоих глазах это все менялось когда вдруг театральные технологии показываются тебе вживую когда идет параллельная запись звука когда идет свет который ты видишь как меняет вдруг пространство на сцене и мне кажется вот это вот как бы показ технологий в игровом виде он для меня тоже был очень важен что это театр который вот такой вот театр-театр ну да и тоже этот по-моему как Валтер Силас при получении приза говорил что мы каждый вечер идем смотреть на другие ну как бы от нас с разной жизнью ну как но мы идем чтобы видеть какие мы разные но но конце концов мы получаем мы получаем это осознавание что мы очень похожи несмотря на то что может быть мы по каким-то параметрам разные но по-моему для меня тоже очень важен был этот рассказ о взрослении и то как меняются эти отношения в семье и тоже как мы взрослеем как этот мальчик который в начале спектакля маленький как меняются его отношения с мамой и с отцом как он вообще и с окружающими с друзьями как он идет ну вышел из этого очень такая очень такого отделенного мира где он уникальный потому что он видит и как он пришел этот ну я просто скажу для слушателей что это история о мальчике который родился в семье где родители не видели а он родился со зрением и вот его открытие мира сначала он живет в семье в котором все существует практически на звуке на ощущениях других и как потом он когда вырастает как он открывает мир и для себя и для своих тоже ну да и как он там ну старается жить это ну как бы обычной обычном мире где мы все каждый день живем и как он из этого уникального мальчика становится обычным мальчиком и как как это все меняет уже его отношения с семьей с матерью ну по-моему он очень человечен очень такой эмоциональный и очень точный и без и главное то что Валтерс делает и тоже было это спектакль по футболу он как бы рассказывает рассказ ну ничего такого особенного но форме как он это делает и эти очень точные как бы акценты и музыка и хореография она как она ну рассказывает про реальные рассказы дает эти эмоциональные ну как бы он вовлекает очень сильно зрителя во свои спектакли это правда и надо сказать что вот Валтер Силлис о спектакле которого мы сейчас говорили он получил еще приз как лучший режиссер этого сезона и это правда он сделал очень много разных спектаклей в этом сезоне ведь он поставил финляндизацию спектакль который поставлен основан на пьесе финского драматурга и это в общем чистый такая очень хороший режиссерский разбор и работа с актерами которые в национальном театре сделаны этот спектакль потом он сделал спектакль вот этот мальчик который видел в темноте и в котором действительно соединилось и актерские работы и работа с текстом и то как он рассказал эту историю как он придумал и то как это сделано воплощено на сцене потом у него была очень интересная личная работа в театре Дети Дил где он сделает перформанс с художницей вместе вдвоем и где он тоже рассказывает о своих каких-то личных и он сам играет этот перформанс и для меня это тоже было очень важно как он пройдя вот эту пробу игры в общем такого близкого к театру представления но все-таки скорее просто современное искусство мне показалось там больше как он потом с этим опять дальше вернется в театр и с каким опытом он придет и как он этот опыт туда включит и то что был спектакль победа победа как мгновение на летнем фестивале в Валмере где он рассказал историю футбольной победы латвийской сборной в начале 2000-х годов когда вышли на определенный уровень и как это все сплотило и страну и нацию и как это все было рассказано театральным языком хотя и на футбольной площадке мне кажется вот это вот его его опыт который он что он сделал то что он помог что он сделал вместе с актерами с художниками я вот еще пропустила у него были сейчас осенью весной летом какие-то прогулки по городу он сделал теперь осенью да это уже в новом сезоне вышли спектакли когда он делал прогулки по городу сейчас мне кажется что это такое очень интересное движение за ним очень интересно наблюдать нам как специалистам а зрителям просто ходить на спектакль Валтера Сесилиса да и потому что он удивлен ну как бы бывают режиссеры на спектакли в которых ты идешь и там уже знаешь будет хороший спектакль но ты уже есть какие-то ты можешь угадать что он тебе покажет что он тебе покажет но то что Валтерс он как бы идет изначально из этого рассказа и потом смотрит где этот рассказ и как рассказывать этот конкретный рассказ с этими театральными метафорами театральными там все эстетика театра как это рассказывать в театре и это очень интересно как бы это очень гармонично идет с этим повествованием которое он делает ну мы скажем еще два слова про спектакль который получил одну премию это здесь начинается ночь потому что мне кажется что про него нужно сказать это все-таки была такая важная для меня очень важная работа Влада наставшего в театре Нагер Трудес это спектакль в котором работают актеры из разных театров это не постоянная труппа это то что собирается ради одного спектакля ради одного проекта и он был сыгран в феврале премьера в конце января в феврале и тоже вот так несчастным образом закончилась пока временная его жизнь я очень надеюсь что они снова будут его играть это мне кажется важная работа и еще я хотела сказать про один спектакль который идет в Дети Дилл театре тоже независимый проект это спектакль который называется Ненетикумиге мне очень сложно перевести его на русский язык это нету адекватного я так понимаю прям вот точного перевода этого слова нет это что такое это что-то такое неприличное неприемлемое то что под запретом или то что пытаются как бы вытащить из-под запрета это спектакль создан группой компании авторов потому что есть режиссер есть художники есть авторы но все равно это общая работа и это очень заметно что это общая работа режиссер Криста Бурана и трое молодых авторов поэтов которые сделали этот текст но двое из них на сцене играет этот спектакль и это очень интересный спектакль потому что он как бы очень близко подошел к этим подросткам потому что эти эти поэты они сами молодые люди и они были в школе и наблюдались за этим подростком и потом ну как бы слили эти все впечатления в этом спектакле и там есть очень интересная музыка тоже потому что там есть оригинальная музыка и этот все взрослые на видео ну это тоже очень интересно ну мне кажется нам надо еще будет оценивать то что случилось в этом году потому что эти спектакли им сейчас в общем для них сейчас большая задача заново родиться по большому счету все что случилось в прошлом сезоне надо заново теперь играть после большого перерыва это всегда очень сложно это такое новое рождение этих спектаклей и я очень надеюсь что это все случится несмотря на то что мы опять находимся в ситуации когда ничего не происходит в театре опять поиски новых каких-то возможностей контакта со зрителем через онлайн но тем не менее все равно театр это живое искусство да и мы все очень ждем новой встречи с ним да это самое по-моему это было и самое для меня ну как бы важное ну не открытие я бы же это знала но это радостное событие что я могу опять быть спектаклем смотреть его живую да спасибо большое мы немножко ушли вдалеко всего доброго и на следующей неделе у нас будет новый эфир пожалуйста не пропускайте нас спасибо спасибо вы слушаете радио болтком